Послание Отца Абсолюта от 8 января 2021 года. Энергетический аспект психоанализа. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, в продолжении моего предыдущего послания мы переходим к разговору о том, что же такое психоанализ и почему вам так важно научиться применять его в своей жизни. Уже само слово содержит в себе ключ к пониманию этого процесса. И в нашем случае психоанализ означает четкое определение психологического типа человека во всех его аспектах – энергетическом, физическом и моральном. И сейчас мы остановимся на каждом из них. Начнем из энергетического аспекта психоанализа как самого важного. Как вы знаете, в основе каждой эмоции, мысли и действий человека лежит та или иная энергия, которая определяет не только их содержание, но и силу воздействия. Другими словами, чем большую концентрацию той или иной энергии содержат эмоции, мысли, слова и поступки человека, тем активнее проявляются они на физическом плане. И касается абсолютно всех видов энергии, как положительной, так и отрицательной. Именно это положено в основу определения психотипов человека в вашей официальной науке, хотя в ней не говорится о главном и определяющем их компоненте – энергии. Итак, прежде чем начать общаться с человеком, которому вы хотите помочь в его духовном развитии, очень важно определить его энергетический потенциал не только на предмет его нынешних вибраций, но и на предмет его энергетического темперамента, чтобы установить баланс в вашем с ним общении. Чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, давайте рассмотрим это на конкретных примерах. Положим, вы почувствовали, что ваш собеседник готов принять новую для него информацию, которую вы хотели бы с ним поделиться. После того, как вы просканируете его на уровень вибраций, которые должны быть по крайней мере не ниже четвертой чакры, вы можете сделать следующий шаг – начать разговор на интересующую вас обоих тему. Уже по его первой реакции – спокойной, бурной, бурной, либо уравновешенной. Вы можете определить его энергетический потенциал восприятия информации, и в зависимости от этого самому энергетически настроиться на его волну. Это очень важно, родные мои, поскольку если вы будете меланхоличны и спокойно рассказывать что-то очень темпераментному человеку, он просто не услышит вас в силу вашего разного энергетического темперамента. И наоборот, если вы слишком бурно и страстно начнете что-то объяснять меланхоличному человеку, это лишь оттолкнет его от вас, опять же в силу энергетических различий. Причем и в первом, и во втором случаях эти различия будут не вибрационными, а обусловленными особенностями характера темперамента каждого из вас. Именно потому, что вы не используете психоанализ при общении с различными людьми, у вас часто не получается установить диалог даже с теми, кто духовно вам близок. И если вы овладеете этим искусством, каждый раз при общении с человеком, включая свой внутренний камертон двойной настройки на внутреннюю и внешнюю энергетику человека, то результаты вашего общения превзойдут все ваши ожидания. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...